С приходом весны на улице Химок жители все чаще стали встречать незваных гостей. Крыс. Эти кадры местные жители опубликовали в интернете. Во дворе жилого дома большая крыса сидит рядом с собакой. Больше всего поражает то, что крыса никак не реагирует на животное. Собака лает и пытается прогнать грызуна. Но крыса даже не думает убегать и на агрессию не обращает никакого внимания. И это далеко не единичный случай, когда грызуны бегают по двору, как у себя дома. Здесь вообще ужасно на самом деле, потому что вот мусорки, вот эти два дома, я не знаю, они не очень старые, но при этом крысы плодятся и бегают по улице, бегают через дорогу. Даже в наши пытаются новые дома, но у нас мусорки все закрыты, да, в этих новостройках. Поэтому им некуда деваться. Для того, чтобы освободить дома и улицы города от грызунов, коммунальщики проводят плановую дератизацию. Для этого в подвалах жилых домов разбрасывают специальную отраву. Дератизация проводится у нас в подвальных помещениях, именно в тех местах, где нет присутствия жителей, нет присутствия питомцев, в которых содержат жители собак, кошечек. На детских площадках мы не проводим дератизацию. На контейнерных площадках мы устанавливаем специальные ловушки для цели борьбы с грызунами. Коммунальщики говорят, что люди зачастую сами провоцируют появление крыс. Местные жители выносят еду для бредящих собак и кошек, но часть корма всегда достается крысам. В результате грызуны приходят жить в подвалы и подъезды жилых домов. Захожу в подъезд, одна крыса по лестнице бежит вниз, а вторая около почтовых ящиков. Если вы заметили, что в вашем дворе или доме обитают крысы, оставляйте заявку на портале Добродел. Александр Гузаев, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.